Череповецкая школа регулярно поставляет своих воспитанников в профессиональный хоккей. В минувшем году четверо ребят вызывались в юношеской сборной России. Есть череповчане и в молодежной сборной страны. Сейчас в хоккейную школу готовы принимать ребят с пяти лет. Таковы требования времени. Полноценными воспитанниками школы ребята становятся с восьми лет. А пока проходит отбор и начальную подготовку. Естественно, на данный момент никаких хоккейных навыков не требуется, в том числе и умение стоять на коньках. Тренеры смотрят на совершенно определенные качества детей. Мы второй год подряд делаем отбор определенный. Здесь мы смотрим не на тех, кто, будем так говорить, имеет высокие способности или, может быть, талант, который, естественно, его не рассмотреть в этом возрасте, а смотрим на тех детей, которые не способны заниматься спортом, в целом, в частности, хоккей. Все желающие записываются, проводятся определенные тестирования, упрощенные для детей, для выявления их способностей к спорту. Пока к спорту. Ну и повнимательнее смотрим, поскольку наша школа хоккейная, то есть к игровому виду спорта детей. Вячеслав Дубровин на тренерской работе уже полвека. Подготовил много известных хоккеистов. Сам именитый его воспитанник – олимпийский чемпион и чемпион мира Вадим Шибачев. Когда-то и его. Он вот так же принимал свою группу. Но, по словам опытнейшего тренера, в столь юном возрасте талант еще не разглядеть, но способности могут быть заметны. Какие-то задатки можно рассмотреть. Талант по тому же воспитаннику, скажем, Вадиму Шибачеву. Изначально, когда я начал с ними заниматься, было видно, что интересный парень, но что, скажем, поднимется на такую высоту, конечно, я не предполагал. То, что он будет играть в хоккей, то, что ему дано играть в хоккей, и даже при том, что он был самый маленький в группе, было видно, что сообразительный, смелый, ну, игровичок. Прием в хоккейные группы в этом году пройдет в три волны. Первая уже почти завершена. Пришли около 90 детей. С ними проводятся занятия в течение нескольких недель. Фиксируются их показатели в различных аспектах, после чего проходит отсев. Где-то желающих, наверное, больше ста ежегодно приходит. Раньше приходило больше, сейчас поменьше. Но все равно эта цифра где-то так вот стоит, желающие 100-120 человек. Впереди еще зимняя и весенняя кампании доборов группы начальной подготовки. Так что попробовать свои силы смогут все желающие. Отметим, что занятия в хоккейной школе клуба «Северсталь» бесплатные. Владимир Сентябрёв, Сергей Павлов. Новости.